Ваши матери и сестры принижаются вами до уровня вещей. Вы должны выступать против этого. Я видел сотни молодых людей. Это разрушительно подействовало на них. Это не вопрос морали, это проблема с психикой. Пошли разговоры, что даже женщинам модно смотреть на это. Вы поступаете очень глупо. Представьте, что у женщины там лицо Вашей матери. Вам все станет ясно. Намаскарам садгуру. Похоже, что запрос, как перестать смотреть порнографию, является одним из самых частых в интернете. Несколько моих бывших одноклассников пристрастились к этому, и их жизнь перевернулась с ног на голову. Почему люди впадают в эту зависимость, и можно ли легко от нее избавиться? Вам следует понять, что порнография не означает сексуальность. Это своего рода болезнь, которую вы в себе культивируете. Когда я говорю «болезнь», то не имею в виду, что сексуальность — это болезнь. Нет, это часть того, как мы устроены. Мы здесь именно из-за нее. Мы здесь не ради нее, мы здесь из-за нее. В ней причина нашего рождения. И дело не в том, что правильно, а что нет. У любого другого существа его сексуальность контролируется природой и имеет сезонный характер. Все остальное время они даже не в курсе, кто из них какого пола. Да? Природа управляет ими. Как вы думаете, почему природа сняла с вас этот контроль? Потому что предполагалось, что у вас побольше мозгов. Но вы стараетесь доказать обратное. Да. Если вы будете смотреть такие вещи в юности, в вашей голове не будет ничего кроме этого. В этом процессе, я бы сказал, на женщинах лежит гораздо большая ответственность и потребность остановить эти вещи, потому что никто ничего об этом не говорит. Но теперь пошли разговоры, что даже женщинам модно смотреть на это. Кто-то говорит, что это половое воспитание. Нет, ничего подобного. В результате борьбы, которую вели женщины, к вам пришла определенная физическая свобода. Вы обесцениваете ее порнографией. Это означает, что вы в любом случае вещь. Ладно? Если вы хотите стать жизнью, вы должны выступать против этого. Не только на улицах, а везде, где вы это видите, вы должны немедленно это пресекать. Речь идет не о чьей-то радости, не о чьем-то наслаждении, не о чьем-то удовольствии. Речь о том, чтобы овеществить женщину, сделать из вас вещь. Если женщины этого не понимают, значит, у мужчин в голове этого тем более не будет, пока они не эволюционируют. Да, пока они не эволюционируют. И особенно ужасно то, что я видел сотни молодых людей, которые уже погрузились в это, и то, насколько это разрушительно подействовало на них, и как они страдали от этого. Впоследствии создание содержательных отношений с окружающими оборачивалось для них такой болью, что я даже не хочу говорить об этом при вас. Они рассказывали, через что им пришлось пройти, потому что они пристрастились к этому еще в юности. Так как же от этого избавиться? Вы должны понять следующее. Как я уже говорил, природа освободила вас от некоторых ограничений, полагая, что вы осознанная жизнь, что вы ко всему будете подходить осознанно. Это не предполагало, что вы будете заниматься одной только репродуктивной деятельностью. Так что это не касается удовольствия, радости или любви. Это просто навязчивая идея. Если вы не понимаете, что компульсивность – это рабство, тогда что с вами делать? Вы не понимаете, что компульсивность – это рабство. Осознанность – единственное наше освобождение. Зачем от чего-то отказываться? Не нужно стремиться к этому. Вот и все. Отчего здесь отказываться? Разве это вокруг? Нет. Это происходит в моей голове. Видите ли, у вас такая голова, что чтобы вы не запечатлели в ней, это и произойдет. Такова природа вашей головы. Вы должны понимать, что все технологии, все удобства, которые вам достаются, вы используете для собственного уничтожения. Но в чем здесь вред садгуру? Ваши матери, ваши сестры и все остальные женщины вокруг вас обесцениваются вами до вещей. Вот в чем вред. Я не говорю вам всем стать брахмачариями и уйти куда-то. Нет. Это только для определенных людей, которые способны на это. Но вы должны вести свою жизнь достойно. Где же в этом достоинство? Где в порнографии место достоинству женщины? Где достоинство? Вы думаете, что отрицая достоинство половины населения планеты, человеческого населения планеты, вы получите какое-то удовольствие? Это отвратительно. Это не вопрос морали. Это проблема с психикой. Понимаете? Это проблема душевного здоровья. Это не вопрос морали. Вы заболеваете психически. Только потому, что вы видите что-то скверное и хихикаете в кругу друзей. Не считайте, что вы поступаете как-то значительно. Если вы не понимаете меня, то какую бы порнографию вы не смотрели, представьте, что у женщины там лицо вашей матери. Я думаю, вам все станет ясно. Спасибо. 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 Спасибо.